МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Виктор Фёдорович Радов. Рада встрече с вами. Да, спасибо. Возможности обсудить самые острые вопросы. Спасибо за приглашение. И хочу сказать вам сразу, что я не сильно вижу вас в политической тусовке. Что, почему так редко? Устали, некогда или разуверились в возможности влиять? Да, приглашают на публичных таких мероприятиях, наверное. А так я участвую, встречаюсь с людьми, встречаюсь с политиками, встречаюсь с разными лидерами. Вот в этом году все-таки так или иначе участвовал так костяно в организации этого протестного движения. Хотя, наверное... Ну, как из-под тяжка так организовывали? Ну, как из-под тяжка. Я не видела вас. Если люди обращаются за советами, за идеями и так далее, и беседовали в том числе. Я вот читаю ваши статусы в социальных сетях и вижу, что у вас болит душа за то, что происходит в стране. Много таких у вас статусов, таких очень такого сопереживательного, я бы сказала, характера. Вот я не спрашиваю сейчас, кто виновался в том, что произошло, да, вот какая ситуация. Но скажите мне, вот по вашим ощущениям, мы уже, как говорится, достигли дна в том, что происходит? Либо худшее еще вполне реально? Нет, худшее еще может быть. Но мы, в принципе, на дне. Можно копать дальше, не знаю. Вот, но действительно страна находится в очень тяжелом положении. И если уже говорить о определенных прецедентах в других странах, уже на этом этапе надо искать определенного согласия, то есть определенного сплочения сил. То есть здесь происходит обычно консолидация или такая широкая политических и гражданских сил, или, во всяком случае, определенная поляризация, значит, двух разных контентов, двух разных таких движений. У нас, в данном случае, мне показалось, что в этом году, вот в 2015 году, мы были готовы для этого. Мне так показалось. И я должен сказать, что, в принципе, эти мои надежды, они немножко не оправдались. Потому что после того, как стало известно, что власти не просто не умеют управлять страной, но они уже грабят в открытую эту страну, вот после пропажи этих миллиардов, да, мне показалось, что люди разных политических взглядов, разного воспитания, разной подготовки, согласны все-таки создать единое движение и работать на досрочные выборы, например, да, чтобы выгнать эту власть. Я говорю, выгнать простым таким крестьянским языком, потому что она должна уходить без уже... Но не удалось, надо признать, что не удалось убедить вот разных там лидеров и платформы, и так, социалистов, и партии Усатова. Хотя со всеми были беседы, со всеми были беседы на разных уровнях. Есть с руководителями, есть определенные элиты этих двух движений, трех движений и так далее. Хотя на словах всех согласны, хотя на 90% цели совпадали. Понимаете, очень редко, когда у нас совпадают так на 90%, оказалось, что они не готовы. Я понимаю, о чем вы говорите, но вот слово «всех» мне кажется, здесь вы несколько преувеличиваете. Не хочу сказать, да, лукавите, потому что, по-моему, платформа никогда не скрывала, что у них разные цели социалистами. Они так и говорили, что вот у тех своя песня, у нас своя песня. И вы, по-моему, побывали даже на одном из митингов, после которого написали такой пост, что люди добрые в таком стиле, что если будет играть сегимн Дештябта, то вряд ли это к чему-то хорошему приведет. Это так в плане реплики. Давайте поговорим сейчас о том политическом очередном кризисе, в котором сегодня оказалась наша страна. По вашим ощущениям, вы политик опытный, власть перегруппируется, и на этот раз перед страхом того, что могут прийти левые, они так и говорят, и не скрывают. Либо все-таки возможно, что будут досрочные, потому что так дальше уже, знаете, ни они управлять не могут, и народ дальше так тоже жить не может. Как думаете? Я думаю, что произойдет очередная перегруппировка сил, и она состоится не потому, что они могут или не могут, а потому что в очередной раз здесь сыграет свою роль, деструктивную роль то, что мы называем геополитический фактор, то есть снова будет определенное давление западных наших партнеров и Европейского союза, и Американского посольства и так далее, и снова их заставят каким-то образом объединиться. То есть я вижу этот вариант как основной. Хотя, надо сказать, что многое здесь зависит от поведения некоторых депутатов, потому что депутатов недовольных есть, надо сказать, во всех фракциях парламента, даже у либералов. Вы говорите так даже, даже у либерал-демократов уже, наверное, хотя их так. У либерал-демократов, надо сказать, в первую очередь. Так. И они сейчас перед очень сложным выбором. Кстати, да. Да. Они сейчас, в принципе, их большая часть, они не хотят никакого здесь союза. Но, конечно, есть некоторые депутаты, которые согласны все-таки быть у власти дальше любой ценой. Может быть, с ними кто-то там работает. И есть давление, которое уже ощутимо со стороны, я говорю, наших западных партнеров именно на эту партию, и в первую очередь на эту партию. Хотите, я сейчас такой образный пример вам приведу? Да. Мне важно, что вы скажете. Знаете, как говорят? Ну, вот хотят, например, сделать салат. Вот есть повар, да? Он выбирает ингредиенты для этого салата. Если мы посмотрим и в роли повара западные, значит, какие-то организации, да, то вот он берет эти ингредиенты и на основе такого вот хорошего соуса, который мы назовем евроинтеграцией этой идеи, он начинает эти ингредиенты между собой, значит, смешивать. И не важно ему совсем, что на некоторые ингредиенты, общество уже знает, у них аллергия уже. Он говорит, нет, пусть вам не очень вкусно, но зато полезно, потому что в дальнейшем, значит, вы оцените, насколько это было важно, на то, что все-таки этот салат вы употребили в пищу. Вам, как кажется, это исправление имеет право? Мне кажется, что вы образно очень хорошо это все изобразили, потому что в действительности так и произойдет. И, надо сказать, произойдет в очередной раз. Надо согласиться с тем, что вот на протяжении этих шести лет мы, в принципе, имели здесь шесть правительств, и уже в третий раз именно благодаря, или я скажу по-другому, по вине, как я считаю, этих наших западных партнеров формируются определенные альянсы, которые являются антисоциальными, антигосударственными, антимолдавскими, и они даже являются антиевропейскими, потому что никакого здесь даже продвижения, даже этого пути, вот мы не согласны с этим путем, но какие-то мы видели в других странах какие-то реформы по пути к евроинтеграции. В данном случае у нас просто люди сели на какие-то должности, устраивают свою жизнь, пользуются тем, что у нас слабая оппозиция и слабое гражданское общество, и издеваются буквально над этой страной. Притом это делают почти публично, делают вызывающе, потому что... Потому что есть такая пословица, мне она кажется достаточно обидная, вот как говорят про Молдаван, да? Ну, Мамалыга не взрывается. Мамалыга, да, и не взрывается. Есть. Есть. А это говорит о том, что общество при всех его протестных настроениях, как вам кажется, оно способно добиваться тех целей, которых оно ставит. Либо, ну, в очередной раз, вот говорят, да, вот скажем власти, что мы ее не любим. Власть скажет, ну, хорошо, вы меня не любите. Это ваша проблема? Нет? Я думаю, что у нас ситуация немножко сложнее. Почему сложнее? Потому что вопрос не только в расколе общества. Общество обычно раскалывается, когда не хватает очень ясно полисов для притяжения. В данном случае у нас элиты не являются такими полюсами. Мы видим эту элиту, правящую сегодня. Она всем надоела, и видно, что она не является элитой. Народ хотел бы отказаться от этой элиты. Есть один известный политолог, значит, Паретта, который говорит, это элита А, правящая. Вот. А народ ищет уже элиту Б, то есть другую, альтернативную. И надо сказать, что в этапе вот именно поиска этой новой элиты, никак не удается разобраться, кто же все-таки, кого же все-таки в первую очередь, и кто сможет вывести и вырвать эту страну из кризиса. И вот на пути, вот в поиске этой альтернативы, здесь есть огромное количество разных сложностей. Поэтому мы не можем просто так, знаете, объявить народ, что вот он никак не понимает, что происходит. Он действительно не понимает, что происходит, и действительно очень мало осталось даже у оппозиции, значит, не очень убедительные, можно сказать, авторитеты и аргументы. Если бы, я возвращаюсь к идее сплочения, если бы в этом году удалось сплотить этих разных лидеров, здесь был очень хороший пример. Я говорю это и по теории, потому что теория расписывает такие факты, такие явления. И практически, потому что уже простой народ спрашивает элементарно, и люди среднего класса, а все-таки почему нет объединения. Вот, например, я понимаю этому лидеру отдельно, может быть, у него слабая команда, но если вот он объединится еще с теми, с теми, с теми, здесь что-то может получиться. Мне в этом году были аргументы, почему не хотят все-таки объединиться вокруг, например, партии социалистов, а почему они не идут все-таки социалистов вместе с платформой. Вот, и надо сказать, что такие настроения, притом не просто частичные, фрагментарные, а это занимает очень серьезно сейчас умы населения. Что делать и как создать сильную альтернативу, чтобы можно было бы победить эту олигархию, этих воров у власти и так далее, и так далее. Потому что многие понимают, что это все-таки будет непростым делом и является непростым делом. И эти шесть лет показали очень ясно, что, к сожалению, вот эти люди пришли к власти, они ведут между собой разборки, но с другой стороны, они действительно захватили очень важные институты власти, очень важные структуры власти. То есть мы можем говорить долго о парламентской республике, но если парламентская республика управляется из каких-то там неформальных структур, с каких-то улиц непонятных, с каких-то зданий неформальных, все, это уже захваченное государство. Я вам скажу, вот вы начали говорить о том, что вот нужно объединяться, потому что вот цель должна быть общая, это заставить эту власть уйти. Но понимаете как, насколько я эту ситуацию вижу и я ее понимаю, то она состоит в том, что как вот водораздел между этими двумя силами, это и есть их отношение к евроинтеграции. Если для одних, я сейчас говорю о платформе, для них евроинтеграция стала уже, знаете, я не знаю, ну я не скажу религией, но просто это слово повторяется к месту и не к месту. Они все время об этом говорят. И уже очень многих сложилось, знаете, какое впечатление, что это пока единственное, что они могут вообще предложить народу, вот какая есть, компрометированная, да, значит, со всеми вытекающими последствиями, да, с кражей, со всем. Ну вот они, значит, об этом постоянно говорят, а другие говорят, нет, давайте, я имею в виду сейчас левых, они говорят, давайте все-таки мы потом спросим у народа в принципе, что народ хочет, он хочет вообще эту евроинтеграцию, может быть, евразийский союз им более, понимаете. И вот на этом они постоянно расходятся, первые и вторые. Но давайте поговорим об опросе. Вы видели вчера? Я видел этот опрос, я просмотрел, некоторые вещи там убедительные, некоторые вещи сомнительные, но, во всяком случае, это солидный опрос. А вы знаете, я, например, этот раз, я всегда жду барометра, а этот раз у меня очень много вопросов появилось по результатам этого опроса, я не стану сейчас их, как бы, говорить, что конкретно, хотя, наверное, есть. Да. Есть такие точки, по которым если пройтись, то совершенно понятно, что так быть не может. Ну ладно, бог с ним. Там тенденция, Виктор Федорович, левые, получается, начинают у нас пользоваться все больше и больше популярностью. Как даже если не придираться к этим процентам? Да. Вы полагаете, она продлится долго, это уже такое настроение серьезное у общества, либо оно связано с какими-то сиюминутными моментами, с той же кражей, с нашими неудачами на экономическом публике, как вы полагаете? Я предполагаю, что вот анализы этих 24 лет нашей независимости показали каждый раз, что, в принципе, левые силы каждый раз побеждали. Левые проигрывали только когда между ними был определенный раскол, когда их использовали и когда, значит, некоторые так называемые левоцентристы создавали и шли с правами, значит, создавая альянсы, коалиции и так далее. Но сам электорат, и это отмечают, между прочим, политологи разных стран, в том числе и румынские, признают, что республика Молдова все-таки больна коммунизмом. Вот они так считают. Я читал буквально сегодня такую статью. Тогда они должны радоваться, потому что, судя по опросам, страна выздоравливает, потому что за коммунистов все все меньше и меньше голосуют. И когда мы говорим о том, что, значит, наш электорат левоцентристский или левый, да, часть этого электората, конечно, он, значит, геополитически нацелен, направлен, векториально, как мы говорим, на Россию. Левая идея, Россия, стабильность, государственность, возвращение традиций, восстановление экономики и так далее. Однако есть часть левых, и надо признать, что в Молдове тоже существуют такие левые, которые, в принципе, они не против Европы, они говорят, что нужно оставить оба вектора в покое и пытаться многовекторально со всеми иметь хорошее отношение, развивать эту страну, потому что иначе мы не объединим эту страну. Я вижу, что вот процент этих людей в обществе, он нарастает. Если раньше, вы помните, сон даже очень ясно показывали, кто за Европейский союз и кто за, значит, таможенный союз. И, в принципе, этот раздел, эта пропорция была приблизительно 50 на 50, когда 55 на 45. Сейчас все-таки несколько больше, даже при опросе, которые говорят, что вот за ними, за этими опросами права выставят, все равно на Евразийский союз 3-4 процента вот сюда. Я говорил с этими нашими исследователями несколько раз. И господин Борбоший знает мою точку зрения в этом, бывший, значит, работник там этого института, господин Антой. Я спрашиваю, почему вы не ставите вопрос, а какое количество людей в нашей стране выступают за оба вектора, они, интересно, что никогда не ставят этот вопрос. И при том, я не хочу их обвинить в этом, но я говорю, что как исследователи, они должны исследовать. Я, например, замечаю, что процент тех людей, которые стоят за оба вектора, по моему мнению, достигает около 50%. То есть каждый человек, который говорит, что я выступаю за европейскую интеграцию, одновременно, когда ты ему приводишь определенные аргументы, он говорит, но в конце концов я согласен, что мы должны этот вектор оставить на второй план и в первую очередь работать на Молдову. То есть идея компромисса, она существует и у правых, и у левых. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Есть такое хорошее сравнение образно, мы сегодня с вами образно общаемся, говорят, ну не нужно нам устанавливать железный занавес с западом, нам нужно снимать с востока. Правильно. Вот это очень правильная точка зрения. У нас социалистов об этом как раз и говорилось, они это несколько раз повторили, потому что жизнь продолжается, нам как умная страна, да, мы должны себя вести так. Но мы себя ведем пока так, как мы себя ведем, к сожалению. Да, я думаю, что именно на основе вот этого разновекторности можно объединить общество, это надо было делать очень давно, и если вы помните, когда-то, в 2002-2003 году, когда власть проводила идею социального диалога, мы это имели в виду. А почему мы имели это в виду? Потому что надо признать, что 2001 осень, зима 2002-го, протесты, Совет Европы и многое такое, очень сильно изменило наше отношение к Европе и к понятию, пониманию здесь геополитического фактора и так далее. Мы многие еще тогда не понимали, в какой мере. Ну, знали, но не понимали, в какой мере геополитический фактор. К сожалению, он у нас играет очень большую роль, как и на Украине, как и в Беларуси, как и в других. Беларусь почему? Потому что там президентская республика и суверенитет зависит все-таки во многом от этого очень интересного человека. Украинские элиты, как я понимаю, они не поняли опасность вот этого геополитического фактора, и поэтому они, значит, надо сказать, что не теряют страну, но, во всяком случае, деградация там очевидна, на Украине. В Молдове противостояние тоже очень большое, очень большое. И поэтому вы меня спросили насчет дна. Мы, может быть, что еще не достигли этого дна. Опасности нас преследуют, и очень сложные годы ожидаются последующие два года. Конечно, при, при том, если эта власть останется до 2018 года, я думаю, что они не справятся. Потому что, как бы эти музыканты уже не пытались играть что-то, уже очевидно, что не довели. А как бы не садиться, чтобы музыканты не годились. Вот этому. Да, это я имею в виду. Они не способны, у них нет кадров, нет, к сожалению, мудрости не осталось. Хотя там кое-какие, какая подготовка у них есть, но они не способны работать на страну. Они, к сожалению, люди, которые умеют работать только на своей корпорации, на свои личные интересы. А значит, а Молдове сейчас как никогда нужен человек и нужна команда государственников. Не просто государственников каких-то там, а людей, которые умеют, которые будут стоять принципиально на своих позициях и будут искать, конечно, компромисс, но будут его проводить в интересах, в первую очередь, возрождения Молдовы. То есть без большого пафоса, но нужно на эту страну работать. И, конечно, рубить. Рубить, я имею в виду, уметь бороться с коррупцией, значит, очень самыми жесткими и жестокими мерами, как это умеют делать в других странах. У нас нет другого выхода. Иначе мы, конечно, страну можем потерять. Мы заговорили с вами о левых. И отдельно хочу спросить вас о коммунистах. Вот как такое могло случиться, с вашей точки зрения, что мы дожили до того, что коммунисты подставляют плечо своим некогда заклятым врагам? Ну, это начало происходить, мы с вами знаем, уже после 2004-2005 года. К сожалению, есть здесь и наша вина, я имею в виду второго эшелона Кумпартии или людей, которые были в лидерах Кумпартии. Потому что на этапе 2006-2007, 2008-2009, особенно я имею в виду 6-й съезд в 2008 году, мы не нашли достаточно сил, может быть, что не было и достаточно решительности для того, чтобы остановить это сползание непонятно куда. Потому что, давайте скажем ясно, что уже после 2005-го года было ясно, что идет монополизация экономики, что здесь создаются какие-то олигархические круги, они обогащаются, они пользуются авторитетом партии, авторитетом лидеров партии и так далее. Здесь есть вина, я говорю, и наша, но, конечно, основная вина лежит на лидере Кумпартии. Большая беда того Центрального комитета и нынешнего Центрального комитета, съезда в партии, что не нашлось, я говорю, и храбрости, и мужества, и решительности для того, чтобы стоять на определенных принципиальных позициях. Но, к сожалению, Кумпартия сегодня выродилась, как в свое время выродилась бывшая КПСС. Я не вижу будущего, к сожалению, для этой партии уже на этом этапе. Может быть, что она возродится, я бы хотел, чтобы состоялось это возрождение через определенное количество лет, и я даже согласен работать в этом направлении активно. Но на этом этапе, видите как, мы... Но на этом этапе есть свои цели. Вот вы заговорили о лидере. Я примерно понимаю, что цель какая-то конкретно есть. Потому что совершенно неспроста, Виктор Федорович, голосуется, вот я сейчас вас спрошу об этом, голосуется правительство Габурича, да, ведь совершенно понятно, просто так у нас в стране это не делается. И вот сейчас они периодически выступают с такими примирительными, да, инициативами, говорят, вот, нам нужно все вместе сесть, поговорить, вот, давайте мы левоцентристскую вообще коалицию создадим. С вашей точки зрения, это какая цель? Чего хочет партия или лидер, или все вместе? Я думаю, что это больше цели, значит, лидеров, лидера и так далее. Сохранить себя где-то так на политическом поле, вот, в этом триумвирате. Но цель... Сохранить дивидендами какими-то? Конечно. Какими? Ну, я думаю, в первую очередь материальными, финансовыми. Я знаю, что, значит, они там люди не бедные, они пытаются сохранить какой-то статус-кво. Я знаю политиков, которые ушли и живут так или продолжают жить на седьмом, восьмом этаже, где-то там зарабатывают, некоторые даже стали гастербайтерами. Я считаю это как людей честными. Людей, которые продали все, что можно продать, и партию, и принципы, и будущие страны, в том числе, и просто устраивать себе на старости лет, значит, свою жизнь, нет, но они не заслуживают. Я считаю, что партию угробили. Угробили элементарно из-за этих личных интересов. Является сейчас Компартия и лидер левой силой. Я не могу это сказать, потому что я не вижу даже демагогии левоцентристской, я сейчас не вижу уже. Это просто какие-то там заявления и так далее. Но реальная политика на левом фланге, надо сказать ясно. На сегодняшний день это делает партия социалистов. Может быть, не всегда удачно, но мы говорим, что это единственная сейчас левоцентристская партия, которая более-менее ясна в программе, в документах и так далее. Есть какие-то другие партии. Я говорю, есть еще несколько партий. Я считаю и говорил об этом, что эти партии, эти силы нужно объединять. И это должен делать лидер. Это должен делать, в первую очередь, господин Дадон. Не Воронин, потому что за Воронином сейчас никто не пойдет. Это мог делать и должен делать Дадон. Пока еще не поздно. Потому что все-таки приближается будущая избирательная кампания. Она будет сложной. Здесь будут снова... Вы имеете в виду, избирательная кампания сейчас досрочные выборы в парламенте? Я верю в эти досрочные выборы. Хотя говорю, что вероятность этих выборов все-таки не очень большая. Но они могут быть. И поэтому очень важно на этом этапе и подготовиться, чисто политически, идеологически, организационно подготовить. И посмотреть ясно, что может случиться, если выборы будут фальсифицированы. А вероятность фальсификации выборов, я считаю, как никогда большая. Да, об этом многие говорят. Вот если говорить про власть, мы с вами так все время касаемся этой темы. Власть сегодня говорит так. Смотрите. Они даже признают, не только что у нас государство сейчас захвачено. Лидеры партии Альянса говорят, да, вот у нас такие проблемы, коррупция. Они говорят, да, мы украли миллиард. Ну, честно так, абсолютно. Да, у нас есть вот проблемы такого-такого рода. Да, мы нуждаемся в реформах, тотальных реформах. Но при этом свою фразу заканчиваю так. Но делать эти реформы должны мы. Мы сами. Мы сами себя выпарим. Так получается. Потому что по-другому я не могу это назвать. Во-первых, верите ли вы в эту искренность? И второе, почему они так делают? То есть они что, думают, что народ на самом деле им поверит? Или как? Ну, я бы не хотел вернуться снова к критике каких-то партий, значит, альтернативных, оппозиционных. Но мне приходится это делать. Я повторяю, что в 2015 году могло состояться это объединение сил. Единственное объединение, которое может напугать нынешнюю власть и может напугать и наших западных... Ну, как напугать? Заставить задуматься о наших западных партнерах. Виктор Сойч, я не помню, кто бы еще так ругался, как лидеры левых партий. Вот читаешь социал-демократов, например, что они пишут, и как-то вот сразу понимаешь, что мира не будет, знаете. Или в лучшем случае ни мира, ни войны, знаете. Вот как-то так. Это я так к слову. Потому что вопрос о власти был. Вопрос о власти. Вопрос в том, что, я повторяю, есть три ведущих сегодня силы на оппозиционном поле. С одной стороны, это правоцентристская платформа, которая очень ясно, открыто боролась в этом году с нынешними властями. Что получилось, что не получилось, это следующий вопрос. Там есть, безусловно, ошибки. Есть некоторые хорошие вещи. Они не пошли на сближение с левоцентристами. Ну, они просто сказали, у нас евроинтеграция. Это большая... Ну, не все там разделяют это и так далее. И повторяю, к сожалению, и другие партии, левые, левоцентристские, тоже не пошли на это все. Я предлагал еще в 2004 году, в 2014 году, чтобы, значит, государственники и левые силы все-таки созвали большой съезд, большой съезд левоцентристов, собрать эти 5, 6, 7, 8 партий. Какие хотят, потому что есть некоторые партии, которые не хотят. Есть некоторые партии, которые никогда, они не хотят верить Додону, там и Степанюку, и Тарлеву, и так далее. Есть другие, которые вообще непонятно какие сценарии, хотя они считаются левыми. Но может быть, что они получают финансирование даже от нынешних властей. Какие-то сомнения у меня, то есть какие-то подозрения у меня в этом вопросе есть. И даже факты есть. Хорошо, если к власти вернуться, вопрос был про оппозицию власти вот сейчас. Власть не уйдет. Не уйдет сама. Она не уйдет, потому что некому ее выгнать. Повторяю, открытым текстом, я не хотел это сказать, некому ее выгнать. Платформа оказалась слабой. Значит, господин Додон и партия социалистов в этом вопросе, я не до конца понимаю тактику. Может быть, она верная, но я ее как политик с опытом и человек, который знает немножко и теорию в этом вопросе, не до конца понимаю. Это станет очевидно через определенное. И немножко я не понимаю тактику партии, как она называется, партии Усадова? Нашу партию. Да. То есть не до конца понятна эта тактика. По платформе мне понятно, что понятно. Они создают новую партию, при том эта партия будет набирать действительно... Я вам скажу так, что они говорят. И если смотреть на это, то они говорят, вот смотрите, мы начали акции протеста за это время и начинают перечислять, чего добились. Ну так, если посмотреть по отставкам, там Драгуцану, то, что с села там произошло, отставка правительства, как бы получается, что на самом деле, по крайней мере, это все сдвинулось. Вы знаете, с мертвой точки, по крайней мере, начинают это обсуждать. Но вот если говорить в отношении власти, вы говорите, добровольно она не уйдет, там, а вы считаете, что здесь нужно, нужно, чтобы народ эту власть... Конечно. ...просто-напросто свергал или что делать? Да, власть... Или это должно быть законное какое-то основание? Вот это хороший вопрос. Подождите, вы правильно задали вопрос. Значит, власть можно выгнать и законными методами. Например? Ее можно заблокировать. Можно заблокировать ее деятельность. Я не должен раскрывать эти секреты, но есть огромное количество способов. Больше того, мы... Я знаю, что они обсуждаются. Что значит выгнать законными методами? Заставить, чтобы... Значит, подал в отставку премьер-министр, председатель парламента... Ну, премьер-министр подал. Да. Вот президента хотят. Вот как можно президента заставить? Поделитесь. Протестами. Как? Ну, вот протестуют, ходят... Ну, так немых носят. Значит, партия Усатова в Кондрицу ездит... Парламент можно заблокировать? Очень часто, знаете? Почему в Греции, в Австрии, в Венгрии, значит, в Греции можно заблокировать парламент и отправить в отставку, а в Молдове нет? И заставить их там сидеть? Так, ну, да. А почему нет? А это законный способ? Это законный способ. То есть, людей решить с права выйти... Вот когда поджигают парламент, как они сделали в 2009 году, вы видите как? Мы, в принципе, власть того времени никого абсолютно не посадили. Я не уверена, что это законный способ, потому что вы решаете людей. Нет, вы людей собираете в одном месте, запрещаете им свободное передвижение. Да, собирается протестное движение, сильнейшее, которое блокирует государственные учреждения, проводит так называемую бархатную революцию. Да, это называется бархатная революция. Это, значит, не насильственное. Но структуры власти, это не обязательно показывать в передаче, но структуры власти потихонечку переходят на стороне бастующих, протестующих. А если структуры власти, им дадут приказ, знаете, силовым методом освободить входы и выходы, например, того же самого парламента, то вы считаете, что это будет нормально? Это закончится и для них полным поражением. Потому что солидно, чего я, в принципе, ожидал. Если бы эти силы объединились, представьте себе, я заметил, когда господин Додон, партия социалистов, собрали уже большой митинг, да, там же тоже было на уровне 50-60 тысяч, даже около, может быть, даже 80 тысяч. Ну, народу много было, да. Потом надо согласиться, что платформа тоже собрала, может быть, не 100 тысяч, но на уровне 80-90. Если собрать всех этих 200 тысяч вместе, можно заблокировать и парламент, и президентуру, и все можно заблокировать. Здесь я вам не союзник, потому что у меня есть определенного рода опасения как раз насчет законности. Да, потому что если будет хотя бы одна жертва, я считаю, что, знаете, стоит ли это все жизни хотя бы одного человека. Давайте так. Вы в своих... В конце концов, я отвечу так на ваш вопрос. В конце концов, мы живем в условиях демократии 25 лет. Да? Слава богу. Да? Да. Вы считаете? Я говорю в условиях так называемой демократии. Да. Но все-таки определенная политическая культура, участие населения сформировалось. А 7 апреля входят в эти ваши 25 лет? Входят. Входят, да? То есть вы понимаете, что вы сейчас говорите? Я понимаю, о чем я имею и веду речь. Почему люди сейчас, и молодежь в том числе не выходит, и университеты не выходят? Они боятся другого 7 апреля. Они боятся вот этого синдрома. Вы тоже боитесь этого синдрома. Вы же как говорите? А не дай бог будет какая-то жерва. Конечно. Конечно. Никто же не хочет брать себе на душу никакой жертвы. Но с другой стороны мы говорим, власть, учитесь работать и жить в условиях демократии, конвенции, уважать права человека, уважать права оппозиции и так далее. А мы как оппозиция будем уважать ваши права, но мы хотим, чтобы вы шли на досрочные выборы, потому что вы потеряли легитимность. Вчерашний БОП, вчерашнее исследование показало очень ясно, 88% населения не верят этой власти. То есть это полная потеря легитимности. И один из вчера аналитиков политических, он так и сказал, он хорошо правильно сказал. То есть легальность у этой власти какая-то еще есть. Они могут еще пытаться создать правительство и так далее. Но легитимности никакой. И если у них есть хотя бы элементарное понимание, совесть и есть какие-то консильеры, которые понимают, что такое политика, что такое политическая система демократическая, они должны подать в отставку, попросить население извините нас и поверьте нам еще. Мы идем на досрочные выборы. Виктор Федорович, вы сейчас рассуждаете как революционер, но я вам скажу так, вам просто говорить. Потому что если бы как раз под парламентом со своей партией стояли вы, и вы понимали, что вы там будете стоять, на мой взгляд, вы бы все-таки сейчас рассуждали несколько иначе. Потому что у нас людей, которые комментируют ситуацию и дают вот такого рода радикальные советы, их много. Я не говорю, что вы полностью из этого лагеря, но вы сейчас говорите такие вещи, которые, в принципе, говорят они. Я, вот вы говорите, заговорили про государственников. Нет, насчет радикалов, давайте я сделаю вам реплику. На улице очень много людей, которые хотят сейчас радикальных мер. Я не предложил радикальные меры, я предложил абсолютно демократическую. Я поняла вас, вы считаете, что это нормальный метод. Это не радикальный. Вывести людей на улицу, значит, закончить это ничем. Потом их отправят по домам. Это считается поражением. Виктор Савич, почему вы не вышли на улицу, до сих пор не поставили там палатку вашу? Например, вы там или там, где хотите? Мы с нашими людьми выходили. Между прочим, мои люди, наша партия, не объявлены были и на улице с платформой, и на улице с социалистами, и даже с нашей партией были. Палатку не видела. Нет, слушайте. Палатку не ставили. Слушайте, мы пошли своими методами. Ага, у вас своими. Почему? Почему? Я понимаю, что у вас свои методы. Я вам объясняю перед камерой, перед всем нашим обществом, какую мы ведем тактику. Об этом мы заявили еще весной и заявили еще второй раз, кажется, 4 октября. Есть заявление нашей партии. В нашей партии провели пресс-конференцию, которую не показали, между прочим. Потому что масс-медиа наша, видите как, она партия. Ну вы сейчас, я понимаю. Я что хочу сказать. Идею объединения протестного движения я проводил, провожу и буду проводить. Без этого не состоится здесь, в нашей республике, демократия. Хорошо, я понимаю. Здесь придет очередная олигархия, и снова мы будем вынуждены плакаться по телевидениям, в передачах. Не надо плакаться, вы слезами горю, как говорится, не поможешь 100%. Хорошо, что вы умеете шутить. Вы обидели тех, кто сидит в палатках, потому что эта тактика, знаете, я как подумаю, как эти люди мерзнут сейчас. Нет, я не обижаю. И это, на мой взгляд, это хороший гражданский подвиг. Обратите внимание, во всех передачах, где я был, я был приблизительно в 7 передачах этим летом и осенью, и каждый раз я поддержал протестующих и поддержал все эти партии, все эти три. Хотя я повторяю. Вот это меня удивило. А знаете почему? Вот когда вы, у вас была дилемма пойти на съезд партии социалистов, вы писали об этом. Да. Вы говорили так, то ли туда пойти, то ли все-таки пойти на акцию протеста. Вот простите меня, социалисты, но я пойду на акцию протеста. Чтобы послушать гимн, вы государственник, Виктор Федорович? Нет, ну вы же знали, что это будет. У них там, у них секунду. Нет, подождите, что значит, вы знали, что это будет? Подождите. Объясню, почему. Потому что это не первая акция протеста, которую проводит платформа «Да». Да. И каждый раз в качестве главного аргумента, почему туда не шли еще до протеста социалистов русскоязычные, говорили так. Потому что там А, румынские флаги, потому что там Б, румынские лозунги, потому что там С, играет тот самый гимн. Поэтому вы примерно могли предполагать, что там будет. Но, нет, ну дайте вопрос, значит, закончу. Я вопрос веду там, в принципе. Но реплику вы дали, дайте мне сказать тоже. Конечно, да, я закончу вопрос, вы скажете. Вопрос-то был в чем? Вы всю жизнь позиционируете себя как государственник, как человек, который борется за государственность Молдовы. Вы антиунионист до мозга костей. Да. Правда? Спасибо за комплимент. Ну, как говорится, из песни слов не выкинешь. Это так. Почему вообще вот сейчас, в 2015 году, именно унионизм так высоко стал поднимать голову, что у нас появились целые партии, которые сделали идею объединения с Румынией своей главной идеей? Идея унионизма у нас в Молдове, она была заметна еще в 89-м, 90-м, 91-м году. И, значит, если вы заметите, что случилось с Народным фронтом, Народный фронт получил в том парламенте 90-го года около трети. Не все были унионистами, но приблизительно из этой трети, если мы говорим 30%, отобрать 10, приблизительно 20% было. И эти 20% сохраняются все эти годы. Я не вижу роста здесь унионизма. Другое дело, что... Не видите? Нет. Нет. Я вам скажу, почему не вижу. Потому что даже и некоторые унионисты, они стали потом государственниками. Люди хорошо понимают, что, значит, будут жить и в Румынии, и на вторых там ролях, и так далее, и так далее. Вопрос в другом. Это государство может погибнуть из-за нашей нерасторопности, из-за нашей неконкурентноспособности. Кажется, господин Тулбери выдвинул в какой-то передаче идею, что молдавинизм с румынизмом должен соперничать не абсолютно только на идеологических постулатах, а в первую очередь в идее модернизации. Вот у вас есть свое государство, а мы можем сделать молдавское современное, хорошее, интересное, конкурентноспособное государство. И в этом вопросе должны участвовать элиты. Наша элита расколота геополитически, ментально, она расколота еще потому, что много хороших специалистов вообще уехало из страны, и это вина и первых руководителей государства. То есть мы с вами видели ошибки господина Снегура в свое время, который не захотел декларацию о независимости предать референдуму, потом мы увидели те же самые ошибки у аграриев, которые тоже не захотели, чтобы Конституция подверглась, прошла через референдум. Потом мы видели с вами ошибки господина Воронина, который вроде проводил идею истории Молдовы, но потом каждый раз на определенных этапах отказывался. И он это делал иногда скрытно, чтобы мы даже не понимали. И мы, получается, воюем с ветряными мельницами и так далее. Но, с другой стороны, я повторяю, фронт, когда в 1994 году проиграл выборы, он разделился на две большие группировки. Да, одна группировка был Народный фронт, получил в парламенте 9%, и была другая группировка, если вы помните, партия, которая называлась, не партия, а блок крестьян и интеллигенции, господин Матей Мошанов. Они получили 11%. Вот эти 20%, 11 плюс 9, это как раз 20%. И эти 20% сохраняются, так или иначе, они сохраняются. Это население, которое считает себя так или иначе, считает себя румынами. Даже если они иногда пишут, что они молдаване, но они к этому относятся. Среди людей, которые уехали из страны, таких людей много. В республике сейчас их осталось меньше. Этот сондаш, между прочим, чем интересен? Вот этот последний. Что исследователи задали вопросы не только живущим в стране, а были вопросы и по телефону людям, которые живут во Франции, в Канаде, в других странах. И там действительно есть часть людей, которые больше тянутся к Румынии. Вот нынешний депутат, если вы помните депутата парламента, госпожу Аллу Мандекану, да? Да, она живет в Канаде. Я постоянно общаюсь с нею, там по Фейсбуку, и я вижу, что она пишет, как она размышляет и так далее. Конечно, в некоторых моментах она размышляет довольно здраво. Она говорит, господин Степанек, я смог объединить и тех людей, которые тянутся к Румынии, и тех людей, которые тянутся к государству. Вот знаете, меня удивил ваш ответ на мой вопрос, потому что сейчас как раз очень многие говорят, что как никогда, понимаете, как, вот в чем разница между этим временем и теми временами? Раньше вообще как-то не принято даже было говорить вот вслух, давайте вот объединимся с Румынией и решим все наши проблемы. Нет, на самом деле не принято, потому что проблем таких, как сейчас тогда, знаете, и не было, Виктор Фёвич, страна до ручки тогда еще не дошла. А сейчас говорят, и причем это все подается под соусом евроинтеграции. У нас мало времени, остается пять минут. Хочу... Передача заканчивается. Да, ну не могу вас не спросить, а вот ответьте на один вопрос интересный. Если бы у вас была возможность вот обратиться к тем людям, которые решают в этой стране, к представителям власти, вот о чем бы вы их попросили? У вас бы вот право только на один вопрос. Что бы вы им сказали? Чтобы они ушли. Чтобы они сейчас должны уйти. Даже если они чувствуют себя в каком-то роде политиками, подготовленными, они должны понять, что на этом этапе они проиграли. Они проиграли. Может быть, некоторые из них вернутся в политику активную и снова победят на выборах и так далее. Но на этом этапе они должны уйти. Они потерпели полный крах. Из-за них идет этот крах социально-экономической жизни и так далее. Они не создавали рабочих мест. Они разворовали эти миллиарды и не могут ответить, и не хотят ответить, как мы увидели. Три слушания парламента и так далее. Но я хотел бы обратиться еще к оппозиции. Оппозиция умеет работать на сплочении общества. Они еще не умеют это делать. Это очень большая беда. Поэтому, согласитесь со мной, я обратился и к одними и к другим. Будем надеяться, что оппозиция действительно услышит и платформа, ваши призывы услышат и левые. Может быть, на самом деле, то, что случится, то, о чем вы так долго говорите, это то, что власть действительно это уйдет, и это будут досрочные выборы. Так, по крайней мере, судя по опросам, считает большинство населения. Я благодарю вас за эту беседу и желаю вам удачи. И хочу сказать, что вот те идеи, которые вы продвигаете, объединительные, государственные, хорошо бы, чтобы они влетелись в жизнь. Спасибо вам. Да, надо в этом направлении работать. Да. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова